Здравствуйте! Сегодня 17 марта четверг, в эфире Финверсия ТВ, а с вами Анастасия Деменец. Сегодня в нашем выпуске узнаем, чем встревожены страны Евросоюза, что готовят Россия и Китай, и кто все еще продолжает работать в Российской Федерации. Все подробности прямо сейчас. Федеральная резервная система одобрила свое первое повышение процентной ставки более чем за три года в целях борьбы с растущей инфляцией и минимизации ущерба для экономического роста. После сохранения базовой процентной ставки на уровне около нуля с начала пандемии COVID-19, директивный комитет Федерального комитета по открытым рынкам ФОМС заявил, что повысит ставку на четверть процентного пункта или на 25 базисных пунктов. Теперь ставка будет находиться в диапазоне от четверти процента до половины процента. Этот шаг будет соответствовать повышению базовой ставки и немедленно повысит стоимость финансирования для многих форм потребительских займов и кредитов. Наряду с повышением ставок, комитет также отмечал повышение ставок на каждом из шести оставшихся заседаний в этом году, указывая на консенсусную ставку по фондам на уровне 1,9% к концу года. ФОМС предполагает еще три повышения в 2023 году и ни одного в последующем. Министры финансов Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу того, что уже появились признаки кризиса в сфере обеспечения населения продуктовыми товарами. При этом они наблюдаются на фоне ухудшения ситуации в энергетике. В ходе совещания глав Министерства экономики и финансов Евросоюза было отмечено. В таких странах, как Испания и Италия, уже нет в продаже макаронных изделий, а продажи подсолнечного масла и вовсе в одни руки ограничены. Мировые цены на пшеницу обновляют рекордные уровни. Более 80% всех поставок подсолнечного масла в странах Евросоюза приходится на Украину и Россию. Теперь они вообще находятся под вопросом. Глава Министерства экономики Финляндии и вовсе заявил, что цена продовольственной корзины финнов может увеличиться в два раза и составить 20% от общего дохода домохозяйства. Высокая цена газа осложняет ситуацию. Финские пекарни стали убыточными, поскольку их печи работают на природном газе. Проблемы уже наблюдаются в продовольственном секторе Евросоюза и они могут в ближайшее время только усилиться. Регулирующие органы Евросоюза приказали некоторым банкам тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, в том числе резидентов Евросоюза, чтобы убедиться, что они не используют для обхода западных санкций против Российской Федерации. Поступившие инструкции надзорных органов Европейского Центрального банка означают, что десятки тысяч россиян и белорусов, которые проживают в Евросоюзе, находятся под пристальным наблюдением со стороны своих банков. Банки будут отслеживать крупные платежи и депозиты, а также новые кредитные заявки. Об этом сообщил источник агентства Reuters. В то время как санкции Евросоюза против Москвы освобождают от ответственности лиц, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в Евросоюзе, они налагают некоторые ограничения на доступ граждан России к банковским услугам, в том числе запрещают банкам принимать депозиты на сумму более 100 тысяч евро от российских граждан или юридических лиц. Решение ЕЦБ обратит особое внимание даже на резидентов Евросоюза и усложнит им управление банковскими счетами. При этом некоторые из них уже столкнулись с ограничениями, например, в Испании. Банк России и Китайский народный банк работают над соединением российской и китайской систем передачи финансовых сообщений, минуя международную систему передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС. Чтобы снять риски, которые связаны с обслуживанием экономического оборота между Россией и Китаем, необходимо наладить взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и китайской. Я знаю, что такая работа идет. Наш Центральный банк взаимодействует с Китайским народным банком и полагаю, что текущая ситуация простимулирует соответствующие процессы. Сказал он, отметив, что за первые два месяца текущего года товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 40%. И этот процесс продолжается. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 20% годовых. В течение месяца ситуация стабилизируется и у регулятора появится возможность ее снижать. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС. Плановое заседание Совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится 18 марта. На внеплановом заседании Совета директоров 28 февраля Центральный банк повысил ключевую ставку до исторического максимума – 20% годовых, с прежних 9,5%. Начиная с апреля нефтяные рынки могут потерять 3 млн баррелей российской нефти в день. Об этом заявило Международное энергетическое агентство МЭА. В ведомстве заявили, что санкции и отсутствие желания у Запада покупать российскую нефть подталкивают цены на сырье таким образом, что это ударит по бюджетам жителей разных стран, повысит инфляцию, которая и так уже достигла многолетних максимумов и подорвет восстановление мировой экономики. Влияние высоких цен на нефть и другие сырьевые товары спровоцируют рост инфляции и снижение покупательной способности домохозяйства. Ожидается, что рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары, наряду с финансовыми и нефтяными санкциями против России, снизят мировой ВВП и спрос на нефть. Об этом говорится в докладе МЭА. Мы видим сокращение общего российского экспорта на 2,5 млн баррелей в сутки, из которых сырая нефть составляет 1,5 млн баррелей в сутки, нефтепродукты – 1 млн баррелей в сутки, добавили в МЭА. Польша, Швеция, Эстония и Мальта заблокировали предложенный Франции компромисс о внедрении минимального корпоративного налога в Евросоюзе, нанеся удар по глобальному пересмотру трансграничных налоговых правил. Поскольку налоговые реформы требуют единодушной поддержки всех членов Евросоюза, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что блок вернется к рассмотрению этого вопроса на следующем собрании министров в апреле. После нескольких лет переговоров почти 140 стран достигли в октябре прошлого года соглашение по двуэтапной сделке по минимальной ставке налогов 15% для транснациональных корпораций. Франция, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, настаивает на быстром внедрении пересмотра трансграничных налоговых правил блока. В Польше заявили, что надеются на более сбалансированное предложение. Шведские, эстонские и мальтийские чиновники также отметили, что не могут согласовать сделку в ее нынешнем виде. Хотя Ирландия и Венгрия, у которых в прошлом тоже были сильные сомнения по данному вопросу, заявили, что они сейчас удовлетворены предложениям Франции. Refinity, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящий в группу лондонской биржи, перестал предоставлять свои продукты и услуги для всех клиентов в Российской Федерации. Мы продолжаем оказывать помощь нашим сотрудникам в регионе, также сотрудничаем с нашими клиентами вне России, которые полагаются на нас, как на поставщика данных и ценовой информации из России. Мы рассматриваем альтернативные возможности для продолжения предоставления этих услуг, отмечается на сайте Refinity. Refinity прекратил работать с российскими клиентами и закрыл доступ к таким продуктам, как Acon, FX Team, Reuters Dealing, FX All, Refinity FX Aggregator. Платежный сервис Samsung Pay продолжает работу в России, однако могут быть недоступны платежи и переводы по картам MasterCard и Visa, а также выпуск транспортной карты «Виртуальная тройка» в приложении «Метро Москвы». Об этом сообщается в официальном канале компании в Telegram. Хорошая новость – сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации. Не очень хорошая новость – из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции, говорится в сообщении Samsung. Для пользователей сервиса могут быть недоступны платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay, картами MasterCard и Visa российских банков, а также выпуск новых билетов транспортной карты «Виртуальная тройка». Билет виртуального проездного, которые были уже выпущены и добавлены в Samsung Pay, продолжают работать в столичном транспорте. При этом платежи по картам «Мир» ряда банков работают в Samsung Pay без ограничений. Список банков можно найти на сайте компании. Британская банковская организация HSBC, которая является одной из крупнейших в мире, начнет сотрудничать с компанией Animoco Brands, разработчиком метавселенной The Sandbox. Банк приобретает участок виртуальной недвижимости, который будет использован для взаимодействия с любителями спорта, киберспорта и компьютерных игр. Об этом говорится в блоге The Sandbox. Компании пообещали опубликовать подробности сотрудничества с HSBC в ближайшее время. По оценкам аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, рынок метавселенных вырастет с 45,4 миллиарда долларов в 2019 году до 1,5 трлн долларов к 2030 году. На данный момент The Sandbox имеет свыше 200 партнерств, включая Gucci, Warner Music Group, Ubisoft, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Houghton, Atari, The Petto и CryptoKitties. Обратите внимание, завтра в 18.00 по Москве станут известны продажи на вторичном рынке жилья в Штатах. Свежие данные могут повлиять на положение доллара и открыть возможность заработка на его движении. Портал finversia.ru – это финансовая версия происходящего в мире экономики. Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. finversia.ru делает экономику понятной. Франция отчитывается по базовым заказам в машиностроении на Австралии по изменению уровня занятости, по изменению полной занятости и по уровню безработицы. В Новой Зеландии публикуют отчет по ВВП за четвертый квартал 2021 года и данные о вложениях нерезидентов в государственные ценные бумаги. В Нидерландах выходит уровень безработицы. В Британии, Италии, Германии и Франции публикуют отчет по числу зарегистрированных автомобилей. В Швейцарии сообщают данные по сальдоторгового баланса. В Австрии публикуют гармонизированный индекс потребительских цен. В Евросоюзе обнародуют базовый индекс потребительских цен. Банк Англии принимает решения по процентной ставке. В Штатах публикуют число выданных разрешений на строительство, на объем строительства новых домов, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, индекс занятости от ФРБ Филадельфии, объем промышленного производства. В Штатах также выходит число первичных и повторных заявок на пособие по безработице. Курс пары EURUSD развернулся от уровня поддержки 1.1010. Сильным сигналом для покупателей служит то, что график EURUSD сформировал восходящее движение. В случае дальнейшего укрепления единой европейской валюты можно ожидать достижения сопротивления на уровне 1.1143. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подходит к новому недельному максимальному значению и сейчас на уровне 2,158%. Сегодня был насыщенный день на новости. По итогам двухдневного заседания, которое прошло 15-16 марта, Федеральный резерв решил повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Повышение ставок связано с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет. Ранее эксперты прогнозировали, что ФРС может повысить ставку в марте сразу на 0,5 пункта. Однако 24 февраля президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли сообщила, Федеральный резерв может воздержаться от более агрессивного повышения процентной ставки в марте на фоне геополитических рисков, которые возникли из-за ситуации на Украине. Сегодня в США состоится публикация числа первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и данные рынка недвижимости. Курс фунта повысился по отношению к доллару до уровня 1,3146. Валютная пара находится на ценовых уровнях начала марта. В случае уверенных покупок можно ожидать достижения сопротивления на уровне 1,3202. Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к максимуму января 2018 года и сейчас на уровне 1,637%. Курс фунт-доллара был под влиянием американского новостного фона. Розничные продажи США в феврале увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщило Министерство торговли страны. По данным СМИ, аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в январе продажи взлетели на 4,9%. Замедление темпов роста продаж в прошлом месяце обусловлено тем, что высокая инфляция, которая ограничивала покупательную способность населения, присутствовала. Поэтому розничные продажи в Штатах без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,2% после скачка на пересмотренные 4,4% в январе. При этом показатель без учета автомобилей и топлива снизился на 0,4%. Четверг отметится ростом торговой активности в валютных парах, где есть фунт. Ведь в центре внимания будет объявление основной процентной ставки Банка Англии. Золото после неудачного пробоя уровня 1906 долларов за унцию пытается развернуться, и банковский металл по-прежнему очень чувствителен к доллару и инфляционным рискам. В случае новой волны роста может открыться перспектива достижения уровня в районе 1,961 доллар за унцию. Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских услуг и финансов. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,55%. Индекс S&P 500 поднялся на 2,24%. Золото на этот раз последовало за торговой динамикой американского фондового рынка. Между тем, согласно данным Министерства труда, индекс цены на импортируемые в США товары и услуги в феврале подскочил на 10,9% по сравнению с тем же месяцем, но годом ранее. Рост показателей относительно января составил 1,4%. В январе темпы роста импортных цен составляли 1,9% по месячном сравнении. В результате их подъем за первые два месяца текущего года стали максимальными за последние 11 лет, это отмечает MarketWatch. Биткоин продолжил рост и сейчас цифровое золото консолидируется возле уровня 41 134 доллара. До конца этой недели может быть достижение сопротивления на уровне 42 456 долларов. Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 1,82 трлн долларов. Участники рынка увеличивают длинные позиции, может сформироваться устойчивая тенденция роста. Новостной фонд поддерживает цифровые валюты. По данным СМИ, виртуальные активы способны обеспечить рост экономики США при их надлежащем развитии и регулировании. Таким образом, сенатор США Кори Букер отреагировал на последние инициативы президента Джо Байдена касательно криптовалют. Между тем, крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain сообщил о запуске в серийное производство самого мощного устройства в линейке своей продукции. Владелец известной мальтийской сети ресторанов, которая была удостоена звезды Мишлен, Марвин Гаучи, анонсировал готовность принимать оплату в криптовалюте. По мнению российского криптобизнеса, на фоне высокой инфляции и ограничений на покупку долларов в России, увеличивается популярность криптовалют, в частности, биткоина и стейблкоина Тетер. Россия переживает экономическое потрясение. Прямой эфир и практические советы для тех, у кого есть кредиты и беспокойство относительно перспектив ваших доходов. 17 марта в 17.00 по Москве на канале Финверсия. Клуб инвестиционных советников расскажет, как сэкономить на налогах американских акций, чем рискует инвестор, если не может отличить акцию от депозитарной расписки, и что такое ИИС и другие льготы частных инвесторов. Все подробно 18 марта в 14.00 по Москве. Актуальный разговор о вариантах инвестиций в доходную зарубежную недвижимость весной и летом 2022 года. Какие рынки недвижимости открытые, безопасны и наиболее приемлемы для частных инвесторов весной 2022 года? Как выстроить логистику вложений и в какой валюте платить? Все узнаете 18 марта в 17.00 по Москве. Ну а полный календарь эфиров, а также ссылки на наши каналы на платформах Телеграм и Яндекс.Дзен вы можете найти в описании под этим видео. Портал Финверсия – это финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши лайки и комментарии.